Всем привет! Впереди вас ждет очередной ФФА-сериал в мире Сидмейрс Цивилизейшн 5. Партия на восьмерых и получилось собрать не только сильных соперников, но и сильные нации. Так я играю за Китай. Против Биохазарда, который играет за Данию. Сириуса, который играет за Кельтов. Власа-222, который играет за Ирокезов. Вайпера Димы, который играет за Россию. Торилиса, который играет за Инков. И Винкс оф Либерти, который играет за Эфиопию. Как всегда, напоминаю, что игра будет разбита на серии, потому что получилась длинной, да и вообще в принципе невозможно выложить все сразу. Так что если вы смотрите это видео не в день выхода игры, то перейдите к плейлисту или на страницу, где собраны все серии на моем сайте. И может быть вы сможете сразу весь сериал от начала до конца посмотреть. Ссылки на всю эту прелесть в верхнем правом углу. Такая круглая белая кнопка с буквочкой А и жмите на нее и собственно перейдете ко всем сериям. Также традиционно напоминаю, что в комментариях не приветствуются оскорбления участников, что бы они ни делали, приветствуется только критика, вежливая, вида «зря ты, Леша, обрабатываешь коров, когда у тебя железо не обработано». Или «я бы на твоем месте вместо Альгамбры Нотердам построил». В общем, общайтесь вежливо и ваш комментарий останется в истории к этому видео. Спойлеры разрешены, но только если они внутри развернутого комментария, а не просто описание в двух словах того, что происходит в видео. На этом все. Желаю вам приятного просмотра. Ну и санандаги еще подплывет. В общем, так забавно. Регат видит подводную лодку. Ну в соседней клетке. Ну да. Я залагал, что там происходит у вас. Тут меня убили, да? Так, школа. Школа. Зажигания ученых еще нету. Русские бомберы строят правильно. Так, на производство. Зажигания ученых еще нету. Ну что, вот тут мы погодную лодку убили. И тут кто-то может быть. Сдохни. Вот так. Потому что этот поплывет, нет? Его просто дальность просмотра высокая для его юнитов морских. Поэтому тяжело воевать на море против датчанина. 15 секунд. Ладно, не успею. Блин, походу не убил я тут. А, он убил. Я убил его дестройер, а он убил этим. Хм. 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 Ну. Это авианосец у датчанина. Видимо, собирается самолетами меня обстреливать, то есть подплыть. Поехали. Сдохни. Ну и что ему противопоставить? Короче, датчанин воюет чисто со мной, я так понял. Ну, воюет со мной. Но он строит одни морские юниты, ну... Как он с тобой... Он с тобой использует только то, что уже было построено. Апнул и там... В каске и все. А у меня он строит морские юниты, он строит... Он пойдет сейчас захватывать мои морские города, чтобы контролировать море. Просто Иерусалим я не могу построить ничего. Потому что, если я его аннексирую, я буду ждать до хрена. А у него никак не спадет этот самый. Уже ракетостроение открыл. Датчанин. Да нет, оно одинаково сколько. 663, 663, 663. Ракетостроение. Ракетостроение. Ракетостроение 5343. Ракетостроение 5343. Соответственно, не пробудено. Это так. Сможет ли он и Хаббл урвать, и в XCOM выйти? Ну, я думаю, сможет Сначала сожрет в Хаббл Там получат еще двоих ученых Почему нет? Может быть, следует на конгрессе запопить ядерное оружие? Ну, а там будет Я не против В общем, он построил авианосец Он хочет мои города обстреливать самолетами с авианосца Потом захватывать Субтитры создавал DimaTorzok Какая усталость в дальность? Не помню Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кстати, она тут есть в Нанкине Давайте замок, наверное, купим Субтитры создавал DimaTorzok Так, Дания, Дания Манила хочет Чтобы ее поддержали, подарив юниты Давайте подарим Блин, ты бы убрала отсюда своего рабочего Я бы тебе подарил юнит Ну, все, у меня, видите, нету никаких морских Юнитов Когда тут ученый еще какой-нибудь Вот тут скоро ученый А когда там кражи технологий Семь и девять ходов Действительно, что же там такое Эфиоп А, это Копенганин Ну, у датчанина, наверное, вряд ли сопруть эху Тяжело Так, давайте в Пекине Три планы строить Нежданчик, да? Не пойму, как ты вышел в Хаббл Но при этом датчанин до сих пор первый по науке Хрен его знает Что он исследует такое Очень странно Что он-то и делал, что он за счет хаста угнал? Табу Ну, я на это только и рассчитывал В смысле, только за счет хаста Это что, значит, если он инженером тоже в один ход со мной начал строить Хаббу Ну, это же не значит только за счет хаста То есть он все-таки Ну, подноровился, что-то сделал В то время, как ты там субмарины строил Я двое других отвлекаюсь Ну, а что ты субмарины строишь, я не понимаю Вот почему тебе надо меня именно выносить Я не пойму Я строю субмарины, чтоб ты меня как раз не вынес То есть я буду продолжать с тобой воевать на море, чтобы Ну, а что ты мне предлагаешь делать? Обезопасить И дошедомик строить? Хаббл ты уже потерял А слушай Сейчас дождешься того, что к тебе прилетит русский XCOM Я дождюсь, если ты ему это позволяет Ну, да, может быть, мы уже не с ним воюем Я вижу по развитию, что на первом месте русский Действительно И правда, что Вот это удивительно На самом деле, я не очень понимаю Как бы Здесь сейчас абсолютно Абсолютно одинаковая ситуация Что у меня, что у датчанина По мне так Я не могу к нему пройти сюда близко Он не может Ну, то есть он сейчас продавливает здесь Иерусалим забирает стопудово Отсюда я ничего не могу сделать Мне Здесь никак ничего не сделать Поэтому Понятное дело, что я пытаюсь выйти в XCOM Те же самые, чтобы прилететь к нему быстрее Чем он это сделает И прилетит ко мне Поэтому я не очень понимаю В чем как бы ваша Вот А что А вы бы что делали сейчас? Ну, я к тому, что Я типа Я не думаю, что теперь Мне надо воевать вообще С датчанином Как-то То есть я теперь вижу, что ты вперед вырвался И значит, что я буду с тобой воевать Но то, что Помогать тебе против датчанина Точно не надо уже И по-моему, я уже помог достаточно Я довольно много юнитов Да Слил и Очень долго помогал Сдерживал там Я удивлен, что эфиоп За это время особо ничего там Ну, потому что Я вообще сильно устаю К сожалению Так Блин Культуру у меня вообще мало Давайте попробуем Может тогда культуру как-то Восстановить Восстановить Оксфорд Я оставлю на XCOM Так, давайте Пускай субмарины построятся Я хочу поплавать Поискать Что у нас тут есть вообще Так, давайте вот что А у Био действительно будет море И ядерные бомбы Которые он может Скинуть А у меня такой возможности Точно не будет Мы через 4 хода Предложим Запрет Уже если запретим Да А Био быстрее У тебя их еще нет Куда бы Я даже не успеваю Просто я все Отвещения пропускаю За того, что приходится Тут со всеми тремя Чуть воевать Посмотреть Демографию Там еще что-нибудь Со всеми тремя Там и Филп Наверное Самые Это Ну тут знаешь Что уж Периодически Пролезать Пытается Ну А город на воде Есть Разведчики Плавают Воле Может Морской Тогда построить Уже караван Раз мы Померились Незапно Просил Видимо Так Слишком Хорошо Со всеми Торговал Что Но вы провоевали С биохазардом Буквально на несколько ходов Дольше чем нужно было Знаю Я думаю Что сейчас Биохазард Тоже будет прожигаться Так Куда нам посадить Ну Давайте в Новгород А че ты отказался Я типа Защитный пакт Хочу предложить Нет Очень То есть Ты все таки Собираешься Бомбить нас Ну в смысле Я не знаю Это же надолго Насколько оно Действует Ходов Я не помню Сколько там по правилам 25 Блин Это много В данный период Игре этого Это очень много Ну и к тому же Знаю Как ты любишь Обезопасить тебя От нападения Со стороны И просто Влететь в космос Я лучше Воздержусь Пока что А можно Спроста Ты все таки Мир заключил Ну да Че вместо Бывает Я не хочу Опытом Есть наверное С морскими Этими Просто меня волнует Что ты сейчас Придешь Через 10 ходов Просто будешь Мои города Захватывать А хотя Блин Если ты будешь Города захватывать Так русский И улетит Ну ладно Так Тут Конюшни Уже не нужна Нойш Вайнштайн А что русский Будет брать Окс Водом Интересно Кома Дайте Угадаю Мы чуть-чуть Дольше А вот и Датчанин Прожегся И Вышел В робототехнику То есть Одна теха Ему осталась До Икс Кома Ну Собственно Теперь И мы можем С вами Ребята Прожегаться Как раз Датчанин Оксфорд Нет Давайте Подождем Еще немного Хотя Чего ждать Блин Просто Видите Уже 1102 То есть За 6 ходов Должно быть 6000 У меня только 4561 Так что Маловато Так что Не Никаких Файтеров А Парашютистов Которые мы будем В XCOM И потом Апать Так Амфитеатр Я зря Построил Давайте Индийскую Компанию Чтобы Деньги Были Так Здесь Дорога Сделано Железная Железная Так Ученый Ученый Манила Просто Юнит И хочет Чуть Не хватает Есть Еще Какой-нибудь Юнит Ненужный Да Блин Нет Так Следующим Ходом Надо Спецов Посадить Блин Караван Я не Отправил Что Я Туплю Где У меня Больше всего Производство Ну После Столицы Конечно В Шанхае Не Давайте В Анандагу Из XIANA Отправим Ну Собственно Все Ну Собственно Жди К себе Расставляй Вокруг А Так У тебя XCOM Пожди Ты Кто Ифилмс Так Сказал Ифилмс Да У меня У меня Ни с кем Так Надо Вокруг Пекина Расставить Хотя бы Рабочих И Ученых Можно Вокруг Пекина Расставить Варварское Использование Конечно Ну Ну Хоть 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 Как Так, по идее, в Пекине ему высадиться негде. Расставляйте юнитов вокруг столиц, чтобы к скому не высадились. Это видео подготовлено при поддержке 2ГИС. Справочник и карта 2ГИС будут с вами даже там, где не ловит мобильный или нет Wi-Fi. Благодаря подсказкам вы можете увидеть, работает ли организация в текущий момент, и если нет, как скоро она начнет работать. В справочнике 2ГИС также учтены обеденные перерывы и выходные дни. Вы сразу можете увидеть, что обед заканчивается через 15 минут, или что сегодня выходное учреждение закрыто. В любом случае, заходите на 2ГИС.ру и совершенно бесплатно скачивайте карту вашего города или тот, который вам нужен. 2ГИС, если быть точным. Бео, зачем тебе подлодки около моих городов? Ну так, на будущее. Там человек в XCOM вышел. Ну я понимаю, ну что я их удаляю, что ли тебе? А ты все меня контролировать пытаешься. Я же говорю, не удалить их. Это бео, сюда по всему тоже. Потому что слишком большая разница. Останавливает технология 9000, а XCOM 6. Бео, ты вышел в XCOM и признаваясь уже. Смотри, господи, санкционеры у меня и у русского. Понятное дело, куда именно зашли. Да, интересно, конечно, кто в итоге кого. Что там у них строится? Да, все. А у русского-то побыстрее XCOM и строится в столице. У Бео 3 хода, у русского 2 хода. У русского там чеченица, золотые века по ходу. У меня золотого века у меня, кстати, нет. Ну, и не скажу, что я сильно отстаю по производству. То есть, именно потому что... В русском вообще красиво сыграл. 325 науки в столице. Ну, 325 для традиции не особо много. У него, видите, на 7 больше там... Леша, Пекина вставлен 5 рабочим и ученым. Даже ученых не жалко. Да, даже ученых, того не жалко. Ну, я не хочу, чтобы вы мне тут высаживались. Я не думаю, что ты для меня не для него будешь основной целью. Я не знаю, да, это рассказывают всегда так, потом вынести Халецкого и все, а потом... Хоть трава не расти. Мне интересно только, как далеко лететь... Сколько стелсы далеко летят, насколько... Ну, открой целый, потому что вы такие странные задаете вопросы, которые проверяются в один клик. Сейчас, сейчас... Закончится ход, я посмотрю, мне просто интересно. Я сейчас даже проверю для тебя. Рейндж 20. 20? 20 клеток. Ну, рейндж. Ну, да. Первой строкой же. Ну, меня явно не достреливаешь, скажем так. Ну, вообще ни разу не достреливаю. Придется... Что-то менять. Ну, вам либо надо меня захватывать, какой-то из моих городов, чтобы достреливать до какого-то города чужого. Сейчас, Леша, попилим с двух сторон. Дальше уж разберемся. Я знаю, что тут задумал Био интересное. Ну, я никому не скажу. Скажи мне, расскажи. Я думаю, он задумал тебя захватить. Да ладно, зачем ты им рассказал это? Блин, о чем мне делать теперь? Ливой. Так, висим? Нет, отлагало. Поймай меня, поймай. Так, есть с кем поторговать? Сейчас сбору, как там клетки, какие засвечиваются, какие нет. Клетка, походу, свобода. О, блин, я смогу даже без Оксфорда. Давайте, знаете, у меня такое ощущение, что здесь все будет, кто построит космический корабль. Так что, главное принять запрет ядерного оружия, и тогда мы посмотрим. Кстати, а что у нас с ураном? У меня урана нету, или я его не открыл? А, я его не открыл. Ладно. Слушайте, может мне подзабить пока на XCOM, пойти по техам, которые мне дадут? Это, а три планы, кстати, засвечивают бомбера, эти подводные лодки, любопытный всегда был. По-моему, нет. Подводные лодки засвечивают только корабли какие-то. Слушайте, действительно, может мне... Давайте откроем компьютеры и откроем сателлиты, чтобы карту все видеть. А дальше пойдем вот так. Че, биомар, замеримся? Я, честно говоря, фиг знает, че, че, вот... Как-то у меня было, конечно... Вайпер, предложение. На досуге сегодня обдумывал, но как-то все пошло совершенно не так. Ну просто, если вы замеритесь, то тут, походу, будет гонка уже кто космический корабль построит, да? Я просто уверен, что сейчас мы тупо будем вдвоем херачить тексткомы, и это ни хрена не даст. Ни мне, ни био. Потому что я до него долететь не могу, если я нападу, например... Ну, а у меня это единственная какая-то надежда, чтобы вы там хоть друг друга расхерачили, потому что я вообще никак не могу вас догнать. Я просто знаю, что я, ну, как бы, даже если сейчас апну этих самых, мне надо будет захватывать эфиопа, например. Вот, чтобы долететь до био. А если я даже это сделаю, пока я буду это делать, он будет захватывать меня. И че, мне нахрен это надо, получается? С другой стороны, если кто-то из вас другого захватит, то это уже ггф, в принципе. Да хрен знает. Мне кажется, сейчас вот ходов еще 10-15, может, даже больше будет такая вот тупая фигня. А потом кто-то из вас явно подоспеет поближе. Ну, да. Ну, вот. Билл всех жег ученых, нет? Почти. Почти. Позже столицу же видишь, наверное, одного. А, вижу, да, одного вижу. И одного. Может, десятерых. Кое-нибудь это-то у меня. Еще ученые отлично. Так, а в чем у нас план был с Иерусалимом и этим городом? Отлечь меня на тот город, чтобы захотеть в Иерусалим? Нет, оттуда самолетами захватывать твои города Антона Нариву, например, и так далее. Я смотрю, передумали как-то немножко, да? Ну, во-первых, у меня денег тупо не хватало на это, потому что я бы потратил, ну, про два самолета тупо купил бы, мне бы это не особо что дало. Это раз. А два, я не стал этого делать, потому что этот город я очень боялся, что очень быстро захватишь. То есть я знал, что там буквально тебе вход это можно будет сделать. А с Иерусалимом я тупо не успел, потому что у него, даже когда я его захватывал, до сих пор еще были сопротивления. Ну, че, Аполло программ построим? Давайте, че, там, джуксов хоть вернем. Не, я против отмены тебе, Соли. Хотя бы, да, я проголосовал против отмены Соли. Так, а у кого жемчуг русского? Нет, у меня нет жемчуга. У меня жемчуг. Жемчуг у Данины. Хорошего уже. Ну, идти, датчанин плывет, пытаться Питер захватить, собственно. Если кто не понял, на всякий случай. У него там собраны батлшипы, и он будет Питера захватывать. Ну, он будет обстреливать, а потом высадит там Экскон. Как смысл, когда проголосовали жемчуг? У россиянина, по самому максимальное счастье. Получается, мы... Я и не голосую за жемчуг, я голосую против отмены эмбарго на Соль. А чё это началось сейчас, Био? В прошлый раз ты отказался. Давай дружить, Био, будем тупо, кто раньше улетит. Нахер нам это надо? Ну, дружите. Блин, прикольно будет. Я тебе в прошлый раз предлагал мир. Ты сказал, что, типа, слишком долго там... Ой, мир. Сейчас предлагаешь. Мне непонятно зачем. По-моему, тут понятно. Либо русский, например, захватывает меня, ему удобно на тебя нападать, либо ты меня захватываешь, тогда тебе удобно с меня на русского нападать. Тут двояко, так что сами решайте. Так, что я хотел в Пекине? Я построил... Так, следующим ходом я увижу всю карту. Давайте-ка апнем бомберов на всякий случай. А когда у вас там запрет на единое оружие-то будет? Я же это не понял. Ну, следующим ходом, видимо, когда мы сейчас только что проголосовали за предыдущие предложения. Ну, кстати, что-то никто ядерное оружие не строит. Так что вполне можно будет успеть. О, следующим ходом я могу что-нибудь спереть. Например, робот... Не следующим ходом, а через два хода, да? Да, я правильно пошел. Открою сателлит и дальше вот пойду сюда уже. Там более нужная для жизни технология. Даже, наверное, вот так сделаем атомную теорию. Потому что атомную теорию кто-то открыл, а пенициллин еще никто не открыл. Да, блин, интересно, как тут лавировали, лавировали. Ну, в общем, следующим ходом, видимо, начнется атака на Питер. Будем сейчас смотреть. Ну, еще и жемчуг забанили. Бедные Дании. Все, сателлиты открыты. В Шанхае Икскомы Не Икскомы, а парашютисты Готовы. Можно их перекидывать на место. Ну, русские, летим в космос пока. Да. Я люблю космос. Это круто, по-моему. Космос, это хорошо. Вообще, декларацию дружбы закрыли. Космос с той, то есть, наоборот. А они что, помирились, что ли? Нет. Я считаю, декларация дружбы и побыстрее улетает. Ты, наверное, защитный пакт имеешь в виду, а не декларация? Да-да-да, точно. Давай, я не против. И что, вы на меня нападете, что ли? Ну, я бы считал, что от Эфиопа я не долетаю. До Био все равно. Поэтому, Леша, ты как бы самый крайний остаешься в любом случае. То есть, ты позволишь Дании меня захватить? Дании? Нет, я не хочу захватить. А, ты сам хочешь меня захватить? Ну, зачем мне Дании? Ну, нет, я не знаю, как бы, как действовать. Я, если мы сейчас заключим оборонку, то, конечно, мы будем биться в некотором смысле за то, кто поделит твои территории. Если мы за 25 ходов не улетим, то хрен знает, что будет. Как тебе такой план, Био? Отлично, я считаю. Отлично? Ну, вот. Ну, я не хочу ожидать дара спина от кого-то. Хоть с кем-то буду уверен. Охренеть. То есть, когда я тебе предлагал защитный пакт, ты не согласился, а с русским нормально. Так я тебе предлагал потом заново. Ну, я сейчас согласен. Я тебе не ударю в спину. Био, не заключайся на защитный пакт. Я буду с русским чисто воевать. Значит, ты не сможешь напасть на него. Так а зачем тебе Био нападать на меня? Если я буду воевать с русским, ты спокойно будешь улетать, а он пускай там строит армию. Ну, скажем так, морские твои города теперь с моими подводными лодками уже не проблема забрать. Так а зачем тебе забирать мои города? Развивайся. Я предлагаю, предлагаю, которые есть, выпилить, пилить Китай и потом Эфиопа с его морскими городами, а потом тупо просто кто первый улетит. Все будет по-честному. Че-то русский. Соседый тимплей похож. Здесь, конечно. Лучше развивался, кто-то улетит. Ну, охренеть, блин. Воевать главное с тобой русский против датчанина, чтобы его сдержать, чтобы вот такое получить потом. Ну, я не улюш. Офигенно. Эфиопа, почему ты не можешь так улететь? Почему не можете оставить меня в игре? Могу, я бы с удовольствием оставил тебя в игре, только давай, если ты заключишь свидание, оброните свойств, ты со мной тоже заключишь. Ну, конечно, я согласен на это. Ну, блин. Вы такие странные, как будто мне сами воевать хочется с кем-то из вас двоих. Я готов воевать, когда другой кто-то воюет, чтобы сдержать лидера. Вы очень странно действуете. Вместо того, чтобы держать на острие другого соперника, вот ты сейчас, например, заключишь оборонительный пакт с Данией, ты же не знаешь, какие у него там возможности. И то же самое и Данией касается. Ну, я знаю, что улетят. И никаких нет вариантов больше. Это в моем понимании гораздо меньший риск, чем если я сейчас начну воевать с Данией, а улетишь ты или Эфиоп. Понимаешь? И это шанс вам дать. То есть сейчас в игре четыре человека, Как мы улетим? Ты откроет демографию, я не знаю, каким образом. У вас больше всего населения. Ты вышел в информационную эру тоже. Всегда улетает тот, у кого все в самой жопе. Ты прекрасно это знаешь. Блин. Улетаю, это если у меня есть возможность построить что-то. Ну все, я с русским защитный пакт заключил. Так что давай, датчанин, хочешь воевать вперед? Правда, что ли? Я, кстати, не увидел оповещения вообще. А он разве приходит оповещение в защитном пакте не бывает оповещения. секретная информация. Тогда да. Я не знаю, зачем но это мы бы сейчас просто снова противник сделали, не особо затрачивая на это усилий. А так, кто знает, может еще и Лешу есть шансы улететь. Ну за 25 ходов он, наверное, не улетит. Шанс не воевать точно не будет. Шанс есть у всех. Ну вот я к тому же говорю, то есть видишь, если мы сейчас твоим вдвоем и захотели бы тебя в морских городах мне вообще не проблема забрать. Ему просто достаточно прилететь с комами к столице твоей и все. Ну да, только вопрос в том, нет, почему ему достаточно иском, что у меня думаешь нету икс комов? А я думаю, что у меня есть. И в данном случае как раз в худшем положении русский находится, потому что если я от морских как раз атак не могу отбиться, потому что я меньше у меня в этом привезу, то от наземных я как раз буду отбиваться и воевать с ним. Я встречный, видимо, кинопроложение. родственные и отбиваться кинопроложение. В общем, план такой. Мы будем сейчас ждать, кто что откроет. Но я думаю, что меня, к сожалению, вот этого шпиона убьют в Копенгагене. И сжигать ученых в том месте, где есть у меня проблема с производством. А что с деньгами у русского? Так, что открыто? 5,450. Или есть еще такая тупая тема? Как хиппи. Выбрали путь мира и любви. 25 ходов. Ну, реально такая патовая ситуация, что, в принципе, все уже почти сравнялись. Я просто считаю, что это одно и то же приблизительно было бы. То есть, чтобы мы с тобой сейчас воевали, хер знает кто кого чего. Просто еще воевать, ну, блин, откровенно, муторно получается. Потому что... Ну, со всех смыслов. Кстати, Био, ты тоже, как бы, ну, смолодушничал. Потому что Питер ты реально мог взять. Я не знаю, почему ты... Я посмотрел, сколько выстреливаются бомберы и линкоры. Нет, вообще никак. Бомберы, линкоры и XCOM высаживаются, но... Ну, нет, там... Ну, я сейчас, если что, следующим ходом бы вышел стелс, и как бы, поэтому... Так, пока исследуем своим ходом. У меня ученые есть. Строим... Так, какие у нас максимумы производства? 90, 75... 67... Нанкин... Так, значит, ванандаги. Что исследуем? Ну, а теперь не целим. Начнем дальше в Шанхае. И в Нанкине. Алюминий у меня какой-то есть. А почему мало так? Почему два алюминия? Не понял я. Один алюминий. Паршютисты алюминий, что ли, требуют? Нет, не требуют. А что я на... А-а-а-а... Спейсшипы. Фабрики. Ясно. Так. Вот у меня единственный алюминий. Слушай, русская, ты мне генерала обратно не подаришь? По-моему, они все сдохли. Сдохли под... Под... Ясно стал. Явно хочет либо ран, либо еще что-то. А у меня их нет супа. Я даже если захотел бы, не смог бы. Так, лаба построена. А-а-а-а... Я так понял, с одним ферком никто ничего не заключал. Что, кто-то его боится, да? Судя по демографии, с технологиями у него не очень. Ну что, Сопроевка, Бенгагене? Ай, вряд ли. Давайте, наверное, из Москвы куда отправим? Козил, Сингапур, Будапешт, Брюссель. Давайте в Сингапур. Если что, счастье снизить. Капец, столько армии, что просто с окружающих ГРШ, ГРШ за счет самолетов собирают дань. Что, забавно. Даже строить ничего не надо. Просто как бы стоят в городе и грешки уже боятся. Так, где у меня там... Мои другие... Субмарины. Так как карту я открыл, можно их расформировать. Так, тут одну лодочку. Био мне пограбил, тут две. Так, и тут две. Био, тебя не смущает, что мы защитный пакт не заключили? Что ты мне декларацию дружбы вообще-то кинул? О, я смог. Я думаю, меня смущает. Что фигня, что это фигня. Отлично. Это я классно все-таки спер теху. Так, на четыре хода впереди русский. Что же он тут открыл? Ну он, как я понимаю, открыл стелсы? Нет. Ага, нуклея фьюжн открыта. Так, еще одного. Используем. Ну, рядышком я, в принципе-то, не скажу, что я сильно отстаю. Так, лодки удаляем. Да, слабо у меня, конечно, культура. Вот это минус всей моей игры. Так, давайте-ка железную дорогу тут проводить. Слушайте, а нафига мне самолеты, в принципе? Нафига я их аппал. То есть, ну, мне уже еще ничего не поможет, если кто-то на меня нападет. Ну, как бы защитные пакты с обоими я заключил. На всякий случай все равно окружу солдатами. Думаю, как побыстрее бум эти детали построить. А что, есть много вариантов, да? Куча. Так, в принципе, мне из Копенгагена тоже можно удалять. Вантана-Нарива. Еще, по-моему, никто проект Аполлон не построил. Ну, то, главное, в столице его не строят. Ага, атомную электростанцию. Кстати, тоже неплохая вещь. Если я вот дострою дороги железные и атомную электростанцию, надо будет 4 урана. Мне еще нужны... Слушайте, а может не строить везде прям? Давайте я в Шанхае, наверное, не буду. Космический завод и в Нанкини тоже не буду. Вот так. Сохраним 3 алюминия. У Манилы алюминий, конечно, есть. О, как они синхронно построили. Да, жалко, что не замирились, конечно. Слабаки. Просто теперь на перегонки кто построит космический корабль, тут и молодец. 5-962-5-962. А что у них по рационализм 2, рационализм 4? Ага, вот русский полностью закрыл рационализм и, в принципе, за веру может покупать ученых. КОНЕЦ АГЛЕЙЗ сколько у них там алюминия интересно бил 15 у русского а у русского то алюминия нету странно вот 8 неужели везде русская где-то алюминий возьмешь для космического корабля или ты уже везде строишь я тебе не скажу курса и жути его нету поэтому меня я волнуюсь за тебя в то время как у датчанина его 15 построить мусорный завод на поле дано мусорный завод еще открыть надо открыть потом построить денег у русского только на одну детальку есть если он будет за свободу кстати он вообще принял он даже эту идеологию не принял получается в третьем до радиусе нельзя украсть у эфиопии уже русский строит запускаторы значит какая-то часть у него алюминия все-таки есть была точнее так давайте думать мне нужен генерал может не манилу просто захватите все и будет у меня алюминий что мне тут с ней цацкаться то правильно я тогда зря я продал тут самолеты так а а и блин какой гидроплант хотя я захвачу гуанчжоу норм так пара труппера и нафиг не нужны те медика лап по-хорошему 25 процентов лишнего нафига мне и дико у меня расти некуда лучше уж тогда зоопарки чтобы счастье появилось и Да, Манилу надо просто захватить И будет вот у меня алюминий Сколько угодно и можно строить У меня будет Мне три хода надо до захвата Манилы Блин, Билл, я не понимаю Что ты делаешь три минуты Игра же абсолютно сейчас банальная Или ты клеточки тупо Производство переключаешь, чтобы больше Ты не поверишь в какой-то татадовый микроконтроль То есть ты реально это делаешь сейчас? Во всех городах Каждую клетку, каждому жителю Эта серия завершена Продолжение через день или два Спасибо, что досмотрели до конца Не забудьте поставить лайк И поделиться моим видео Если оно вам понравилось Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!